В эфире программа интервью 24. Здравствуйте! В этой студии мы общаемся с теми, кто так или иначе вносит свой вклад в жизнь и развитие полуострова. И сегодня у нас в гостях директор медицинской академии имени Сергея Ивановича Георгиевского Крымского федерального университета имени Вернадского Евгений Сергеевич Крутиков. Здравствуйте! Расскажите, мы сегодня будем беседовать о вступительной кампании в вашей академии. Какие изменения произошли во вступительной кампании текущего года? Ну, во-первых, в этом году практически все выпускники школ, которые закончили среднее образование, поступают в вузы по результатам ЕГЭ. И наш вуз – это не исключение. Единственным исключением для поступающих, которые будут сдавать экзамены – это выпускники колледжей, те, которые имеют среднее профессиональное образование. И приоритет также отдан иностранцам – это выходцы из стран СНГ и инвалиды. А скажите, после девятого класса могут ли дети поступить к вам? После девятого класса к нам дети поступить не могут. К нам могут поступить только после окончания непосредственно школы. Полного среднего образования. Скажите, в чем особенности, может быть, какие-то вот такие, которые незнакомы другим именно этой кампании? Ну, вот это является основным. То, что по результатам ЕГЭ. И многие, конечно, родители приезжают и спрашивают, ну, как правило, это из других стран, можно ли как-то другими способами поступить в наш вуз. К сожалению, на сегодняшний день государство законодательно только так ограничило поступление в наш вуз. Ну, и не только в наш вуз, вообще в высшие учебные заведения. Получается, что не только регионы Крыма, но и всей России, но и также зарубежья могут поступать в медакадемию, правильно? Конечно. Откуда больше всего идет поток? Ну, больше всего идет поток, это страны СНГ, это Узбекистан, это Украина и другие страны СНГ. Ну, и мы ожидаем, конечно же, прибытия иностранных граждан из, в частности, вот Индии, стран Африки, арабских стран. Они тоже будут учиться в нашем вузе. Как считаете, почему такая популярность не местных вузов, а именно нашего? Ну, во-первых, наша медицинская академия имеет давние традиции, уже почти 100 лет, так же, как и федеральный вуз, мы готовим специалистов для здравоохранения. Но, во-вторых, у нас хорошая база профессорско-преподавательского состава. Вот у нас достаточно большое количество кафедр и клинические базы, на которые готовятся будущие врачи. Ну, и медицинское образование всегда пользовалось популярностью и продолжает пользоваться. Так что же все-таки необходимо абитуриенту для того, чтобы поступить в академию? Выпускнику школы, средней школы, достаточно принести документы о результатах сдачи ЕГЭ, принести заключение медицинской комиссии, ну и документы можно принести как копии, в последующем представить оригинал. Ну, а тот, кто хочет уже остановиться прямо непосредственно на нашей академии, сдают оригиналы. И какой минимальный балл для прохождения? На сегодняшний день на лечебный факультет и на стоматологический факультет по химии и биологии минимальный балл это 40. Вот, для поступающих на фармацию и педиатрию это 36. И вот так немножечко отступая от темы, случались ли моменты, когда фальсифицировали свои результаты абитуриенты? Или как-то обманным путем пытались поступить? Нет, у нас, к сожалению, не к сожалению, а к счастью, никаких проблем с этим не возникало. В общем-то, все абитуриенты понимают ответственность поступления в высшеучебные заведения и никаких эксцессов, связанных с фальсификацией, у нас не было. Слава Богу. Скажите, какие направления наиболее популярны в этом году? Наиболее популярные у нас остаются это стоматология и лечебное дело. Почему? Ну, стоматология, как бы, всегда пользовалась популярностью. Ну, а лечебное дело, я хочу обратиться вот к абитуриентам, к родителям. И, несмотря на то, что, допустим, у нас есть и педиатрический факультет, и на педиатрическом факультете, как бы, всегда меньше конкурс, тем не менее, выпускники педиатрического факультета могут в дальнейшем, закончив ординатуру, стать любым узким специалистом и работать в практическом здравоохранении, так же, как и выпускники лечебного факультета. Ну, это несколько такого заблуждения. То есть, в принципе, направление не является основополагающим, из любого направления можно выйти потом в другое? Да, из любого направления можно, закончив вуз, закончив ординатуру, стать узким специалистом и работать как со взрослыми, так и с детьми. Скажите, какой процент целевого набора в этом году? В этом году нам увеличили количество целевых мест, и в общей сложности где-то порядка 64% у нас целевые места. Расшифруйте, что такое целевые места? Целевые места – это места для абитуриентов, которые берут договор, ну, в частности, вот, если брать нашу республику, Министерство здравоохранения Республики Крым, в дальнейшем, с дальнейшей такой перспективой, чтобы работать непосредственно в органах государственного здравоохранения. Скажите, еще такой вопрос, а идут ли абитуриенты с целью обучиться и потом в дальнейшем работать по программе «Земский доктор»? Вот такое желание было хоть у кого-либо? Ну, у абитуриентов, с абитуриентами мы такой работы не проводили, но я хочу сказать, что желающие, вот мы проводили ярмарку вакансий на шестом курсе у студентов, по крайней мере, заинтересованные, выпускники, которые хотят ехать в сельскую местность и работать по программе «Земский доктор» имеются. И скажите, вот, допустим, что делать абитуриентам, которым не хватает баллов на то, чтобы поступить на бюджет, а на коммерции, допустим, у них, ну, нет возможности просто учиться, а желание стать врачом огромное. Ну, тут, конечно, нужно было предположить, что если абитуриент, допустим, не чувствует, что он хорошо сдаст единый государственный экзамен, тут надо было, конечно, в первоначальном случае обратиться в Минздрав, взять целевое направление, потому что тут для этих абитуриентов, для этих выпускников будет отдельный конкурс. Ну, если уже как бы целевого обучения нет, тогда придется обучаться на коммерции. То есть никаких дополнительных вариантов, чтобы вот у него не хватило в данной ситуации пройти на бюджет, каким-то путем попасть только на следующий год, да, уже после подписания всех необходимых документов. Да. Увы. Расскажите, какие проблемы, связанные с процессом подачи документов, существуют в Академии? Наверняка они есть. Есть. Ну, на сегодняшний день основной проблемой это является доставка документов почтой. Некоторые абитуриенты из регионов Российской Федерации отправляют свои документы почтой. К сожалению, почта иногда несвоевременно доставляет корреспонденцию, иногда эти документы теряются, особенно если говорить о дальних регионах Российской Федерации. И поэтому иногда выпускники просто вот со срочкой, допустим, подают эти документы. Родители звонят, предъявляют претензии, жалуются и так далее. Но в этом случае мы рекомендуем отправлять документы курьерской почтой, чтобы непосредственно доставка была в нашу приемную комиссию. А еще, ну не только доставка, наверняка, может быть какие-то ошибки в заполнении или в оформлении ошибок? Ну, наши специалисты стараются безошибочно заполнять. Для этого, конечно, требуется очень много времени. Наши специалисты работают практически до самого позднего вечера, заполняя все документы, внося их в базу данных. Поэтому стараются... То есть фактически человеку нужно просто прийти с копиями документов, которые у него есть от государства, и дальше уже специалисты Академии помогут ему правильно все заполнить? Конечно. Наши специалисты всегда консультируют, оказывают консультативную помощь абитуриентам и их родителям, для того, чтобы правильно определиться с выбором факультета и правильно подать документы. Я думаю, что не секрет, что в Крыму имеется кадровый голод в отдельных регионах, где катастрофически не хватает врачей. Есть амбулатории, есть ФАПы, современные, модульные, но работать там некому. Какой вклад Медакадемии в решение все-таки этой проблемы? Ну, эта проблема очень острая. Мы тоже над этой проблемой, скажем так, стараемся ее помогать решать нашему и правительству Крыма, и вообще нашему региону. Мы проводим ежегодно у себя ярмарку вакансий, на которых встречаются выпускники и потенциальные работодатели между собой. Они могут проговорить условия работы, могут предложить разные варианты трудоустройства нашим выпускникам. Одним из, скажем так, перспективных вариантов улучшения кадрового потенциала, улучшения кадровой ситуации в Крыму, я думаю, что в этом случае является государственное распределение. Но пока закон такой не принят. И вот первый шаг, наверное, к этому, это увеличение количества целевых мест, чтобы как-то наших абитуриентов, скажем, как-то обязать в будущем работать непосредственно в республике, заинтересовывать их как-то. Ну, это, получается, решение вопроса. А как вы думаете, почему этот вопрос вообще, в принципе, возник? Ну, возник вопрос не вчера. Вопрос возник, скажем так, последние десятилетия, может, даже и больше. После того, как, вы же сами понимаете, были экономические, скажем так, моменты, которые способствовали тому, что был отток большого количества специалистов из бюджетного здравоохранения, в частной, в частности, вот, например. Потом, конечно же, и уменьшилось количество приема по сравнению, допустим, с тем, как это было 20-30 лет назад. И всякие причины тоже к этому. Отсутствие, например, социальных условий выпускникам, которые едут, допустим, на периферию, скажем так, в села, там, другие города и так далее. Поэтому все это вместе складывается и приводит к тому, что наблюдается кадровый дефицит. И давайте, чтобы подытожить наш с вами диалог, задам такой, в принципе, простой вопрос. Конкурс действительно высокий, то есть много человек идут на одно место. Почему вот все-таки выбирают Академию? Ну, выбирают Академию очень многие по призванию. Действительно, к нам очень мало таких абитуриентов, которые случайно попадают на учебу и случайно подают документы. Обычно люди готовятся, обычно люди чего-то себе планируют, думают о том, как они будут работать. Многие идут, допустим, из семей работников здравоохранения, потомственные врачи, конечно. Поэтому традиционно медицинское обучение является престижным и перспективным на сегодняшний день, несмотря на все проблемы. Это действительно перспективное направление. А есть ли факультеты экспериментальной медицины? Пока у нас факультет экспериментальной медицины нет, но на перспективу мы планируем, думаем о том, чтобы открыть факультет фундаментальной медицины. А прошифруйте немножко. Ну, факультет фундаментальной медицины подразумевает подготовку, скажем так, не совсем врачей, а специалистов, которые будут заниматься разработкой новых лекарственных препаратов, осваиванием новых технологий, может быть, инженеров медицинской техники и так далее. То есть это вот будет такое вот направление. Спасибо вам большое за ваш вклад в развитие и в здравоохранение, и вообще в здоровье всех крымчан за подготовку ценных кадров. Это была программа «Интервью 24». Дальше в эфире телеканала еще больше полезной и интересной информации. Не переключайтесь.